Дамы и господа, всем привет и добро пожаловать на канал Ксении Тель-Ви в стиле жизни. Если вы вдруг заметили, что картинка изменилась или что-то произошло, я снимаю на Мелисин телефон. Это, по-моему, iPhone SX Max. Что-то такое. Ну, мой прошлый. А мой вот здесь у меня. Я хочу просто с него зачитать комментарий. Я подумала, что ни свет не включать не нужно, ничего. Поэтому, если вы видите какие-то изменения в кадре, то, да, может быть, я выгляжу больше, меньше, дальше, ближе. Просто это другой телефон, другая камера и всё немножечко иное. Я в шубе. Я не знаю, почему-то я замёрзла на улице. Мне холодно. Зима у нас в этот раз тёплый, обогреватель выключен. Мне не холодно, но дома не холодно. Но мне как-то вот хочется... Я в майке, чтобы вы понимали, да, и в шубе. Ну, вот как-то так. Потому что я, видимо, ходила там на балкон, туда-сюда. Короче говоря, одна из моих любимых тем семейные отношения. Итак, пишет мне девушка с красивым именем. Южная ночь. Потрясающе. Обидно, что нету, конечно, фотографии, потому что... Ну, мне интересно... Что у меня здесь? Интересно видеть людей, которые на той стороне. Как-то, знаете... Какая-то обратная связь. Ну, ладно. Значит, такой вопрос. Ксения, я хочу задать вопрос про конфликты, споры в семье. Как вы считаете, если между мужем и женой происходит недопонимание, либо возникает спор, что будет являться основанием примирения? Уступить мужу и дать ему высказаться, при этом остаться при своём мнении, молча либо высказать своё мнение или настроение, умостроение, чтобы в дальнейшем прийти к общему консенсусу, так сказать. Ещё отношения – это всё-таки работа над ними или совместимость характера. То есть, если меня что-либо не устраивает в характере человека, надо ли попробовать поменять или не мучиться и уходить? Спасибо. Даже не знаю, что я как-то, надо поднять повыше, что ли, с чего начать отвечать. Так, сильно изменилась ситуация. Давайте начнём, наверное… Я здесь поставила себе телефон, чтобы можно было читать. Вот так. Во-первых, давайте скажем такую вещь. Да, немножечко обо мне, потому что кто-то напишет, что ты понимаешь в отношениях, кто-то вообще такая. Я сама, мы с мужем 20 лет, 15 лет мы женаты. И, вы знаете, я помню, когда я пришла на YouTube, где-то 8 лет назад, мне почему-то люди… Я когда высказывала, что я там работаю, что я это, что мы едим часто в кафе, что у меня уборщица, мне всё писали, что вот-вот муж от меня уйдёт. Вот прошло, короче говоря, после тогда мы сколько лет были? 8 женаты, сейчас уже больше, да, почти 16. Муж там, всё нормально, ничего не изменилось. Ребёнку сейчас 7 лет дочке, поэтому кто ждал тогда, 8 лет назад, и писал мне, что вот точно от такой плохой жены уйдёт, который дома не драет, и у неё уборщица, и муж её вводит в рестораны, потому что надо вот самой… Я сейчас только что закончила борщ готовить, к слову сказать. Вот. И у меня есть, скажем так, небольшой опыт в семейных отношениях, поэтому я считаю возможным поделиться им с вами. Давайте скажем такую вещь изначально. Нельзя человеку на голову просто прийти и вывалить ведро ваших каких-либо аргументов на какую-либо тему и сказать «слушай меня, вот я так сказала, всё как бы, да, слушай меня, и это моё мнение, меняйся, не меняйся». Это нельзя. Для того, чтобы иметь возможность высказать человеку свою точку зрения, ты должен изначально построить с человеком диалог. То, что очень многие пары упускают конкретно. Люди просыпаются через 10-15 лет брака, осознавая, что у них нет между ними вот этого диалога. Знаете, это как проложить рельсы, да, между пунктом А и пунктом Б, и чтобы было у вас по этим рельсам постоянное сообщение поездов, которые идут туда и сюда, возят товары. Если рельсов нет, а есть два острова и между ними пропасть, и каждый как бы, да, с другого острова машет другому рукой, это будет полная фигня, вы обнаружите, что, да, тут куча товара, там куча товара, соединить его невозможно. Прокладывать эти рельсы надо именно способом налаживания диалога между двумя партнерами. На мой взгляд, изначально надо выкинуть всю эту ерунду про какую-то вот эту неземную любовь, про то, что вот двое сошлись прямо, вот характерами сошлись, все стало идеально. Даже если вы вот так сошлись, у вас все идеально, поверьте, через год все развалится. Если вы не построите диалог, вы не будете друг друга слушать, вы не будете интересоваться, что надо второму для комфорта, либо это будет всегда во одни ворота, кто-то будет все время брать, 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 а другой будет давать, потом ему это надоест, или другой даже, который все время берет, он скажет, что фигня, мне все так достается легко, мне это не надо, я хочу, чтобы у меня было, чтобы вторая сторона тоже что-то высказала. Я так себя чувствую, странно в этой шубе, вот, хотя по сути это как, знаете, тонкая такая шубка. Поэтому способом налаживания диалога и объяснения человеку, что отношения, если ваш партнер не хочет, ему это неинтересно, единственное, что у него или у него в голове есть, это будет, по-моему, и как бы, да, вот, по-моему, а ты будешь делать так, как говорю я, мне неинтересно, хорошо тебе в этом, плохо тебе в этом, как тебе в этом, я знаю, как нам лучше, мне все равно, если мы живем на Луне, тебе на Луне не нравится, ты будешь жить на Луне, потому что я так решил, мне все равно, что тебе там плохо, криво, ничего, как не приспособишься. Понимаете, вот, если вы понимаете, что вторая сторона имеет только такую точку зрения, и второй стороне неинтересно, как вам комфортно, некомфортно, и что вам надо для комфорта, Это уж вам решать, подходит ли вам жить с тираном, которому неважно, как вам, или которая хочет только все подмять под себя и сделать так, как комфортно ему или ей. А ваше мнение человеку не интересно. Значит, человек влюблен просто в себя и интересуется только своим вот этим вот комфортом, своей жизнью, своим удовольствием. А вы там, знаете, где-то сбоку пристроитесь. А если не пристроитесь, то он найдет другого человека, который пристроится. Вопрос заключается в том, готовы ли вы пристроиться. Я не верю в то, что бывает какая-то офигенная любовь, чтобы кто-то к кому-то против всего, что ему подходит, пристраивался и насильно жил. Я не понимаю, для чего это делать, как это делать и зачем вот это все надо делать. Ну, не знаю, может быть, общество давит там или что-то такое. Может быть, есть какие-то побочные еще явления, которые заставляют нас, не нас, а других людей вот так себя вести, лишь бы с кем жить. Не знаю, мне тяжело об этом судить, я в этом ничего не знаю. Может быть, в каких-то местах где-то, где мало мужчин, лишь бы с кем подходит, главное, чтобы не одной, потому что иначе никого не найти, нет кого родить детей. Но второй, третий, я не знаю. Эту ситуацию я не знаю, не могу сказать. Я могу судить, потому что я знаю вот из своей жизни. Я не понимаю, для чего можно одному человеку к другому пристраиваться с ситуацией вот такой, когда тебя не слушают и твое мнение не несет никакого веса в этих отношениях. Не понимаю, для чего это, разве что, если ты себя чувствуешь настолько ущербным, что единственный путь, который ты для себя видишь, это чтобы тобой помыкали. Почему у меня криво штора висит? Чтобы тобой помыкали, ну, тогда, опять же, это вот надо думать о личной какой-то ущербности и понимать, что, может быть, если ты что-то в себе, как бы, осознаешь, что ты ценен, может быть, и найдешь пару, которая для тебя будет более ценна, то есть, которая тебя будет ценить как человека и заботиться о том, чтобы тебе было комфортно. Вот, поэтому сначала надо налаживать вообще перед тем, как что-то высказывать, вообще осознание в голове человека, что твое мнение должно быть услышано, твой комфорт касательно, неважно, чего, количество обуви, место, где вы живете, чего угодно должно быть услышано. И то же самое обратно. Потому что очень многие люди, как я говорила вначале, не способны банально воспринимать информацию в плане диалога, они не привыкли разговаривать. А если мы не привыкли разговаривать, использовать тот дар речи, который нам дан, и все время будем молчать, дать кому-то высказаться и так далее, не будет ничего. Либо вы должны приготовиться терпеть, а мне кажется, вот это когда кто-то не высказывается, все время терпит, это путь либо к разводу, либо к инфаркту. Мне вот не нравится ни то, ни другое. Я не хочу ни, чтобы мой муж получил им партнер, ни, чтобы я. При этом я не хочу, чтобы мы тоже и развелись. Поэтому самое главное – это быть готовыми к тому, чтобы высказаться, и чтобы вторая сторона услышала. И если не услышать с первого раза. Во-первых, надо сначала обсудить, что мы должны друг друга слышать, мы должны приходить к общему компромиссу, мы должны понимать, как комфортно одному, как комфортно другому, и потом искать какое-то что-то среднее. И понимать, что вот здесь я могу уступить, но здесь ты мне должен уступить, потому что это тебе супер важно, это мне супер важно, и каждый будет ценить супер важные зоны комфорта другого, потому что у каждого из нас есть какие-то супер важные зоны комфорта, где ему хочется быть. Вот, я не думаю, что прям надо, чтобы все вещи в мире вызывают у какой-то пары споры, и прям они непримиримые какие-то разногласия. Вот, что у нас... Тихо, у меня тут на чашку опираются. Что у нас было дальше? Высказывать свое мнение, вы знаете, да, или молчать, дать кому-то высказаться. Высказывать свое мнение должны две стороны. Одна и вторая, когда вот этот обмен мнениями произошел, каждый высказался, и вы знаете, люди часто говорят, что вот когда ты злишься, ты говоришь самые обидные вещи, и они являются правдой. Вы знаете, нет, я когда злюсь, я говорю очень обидные вещи, но эти обидные вещи обычно в себе несут, такой вот, аккумулируют все мои знания о человеке. Знания, то есть, да, я знаю, что человеку будет самое неприятное услышать. Это не обязательно правда, я просто знаю, что человеку вот это неприятное, и вот этим я в него кину. Думаю ли я на самом деле, что это так? Нет, я просто этим кину, потому что я злая. Правда ли это? Скорее всего, нет. Но мы все знаем, какой какашкой в кого метнуть, и как сделать неприятное. Поэтому я тоже мужу давно сказала, «Ты знаешь, я когда злюсь, вот вам…» «Да нет, он никогда внимания не обращал». Он говорит, «Ты…» «Нет, по началу, может, самой молодости, он обращал внимание сейчас, он знает, говорит, ты побегаешь там, повысказываешь, я знаю, что ты на самом деле добрая и хорошая, и просто тебе надо вот это вот…» «Но потом, говорит, я все равно…» Он интересуется, что меня так завело, почему это… Что являлось триггером. Вот. Поэтому надо вообще понимать, что вот этот выпуск пара и высказался, и одно, и второе, и третье, даже если какие-то ужасные вещи, сказал, «Он мне такое сказал, такого никогда не забуду», «Он мне то сказал, он мне это сказал». Вы знаете, важно не, что человек сказал, когда был злой, мужчина или женщина, не важно, кто, а важно, что человек сделал. Вот сделал, важно сказать, мы можем столько наговорить, как люди говорят, слово «не воробей», это… Вы знаете, вот эта болтовня, она вот лично для меня, она не имеет никакого значения, потому что у нас болтаю ужасы больше я, чем уж я, если говорю, это просто кто-то услышит, скажет, «Он не нормальная женщина». Потому что я, когда на мужа злюсь, я могу такое сказать, что я сама все же думаю, как он меня еще не задушил? Вот. Но если бы мой муж хотел меня задушить, поверьте мне, я уж давно здесь бы не сидела. Вот, что я говорила, я говорила, что да, для этого человек должен вас понять и понять, почему вы делаете одно или делаете второе. И высказались и замечательно, и каждый должен это услышать и понять. Опять же, высказали замечательно, услышал, понял. Это не когда вы со зла выплескиваете свои эмоции, это другое. Выплеснули эмоции, забыли, через полчаса, до свидания, сели, поговорили. Что привело вот к этому выплеску эмоций? Всегда есть какой-то триггер, и не обязательно. Триггер может быть реальный. Понимаете, не обязательно кто-то что-то сделал. Я не знаю, муж почесал нос, а у вас в это время какой-то гормональный перепад, и меня убивают женщины, которые говорят, нет, это не связано с гормонами. У нас все связано с гормонами. У мужчин не связано. У нас связано. И стесняться этого вопроса и делать вид, что на самом деле у женщин гормональный фон не вот так весь месяц, но это глупо. У нас все связано с гормонами, к сожалению или к счастью. Это то, что дает нам возможность иметь детей. Нам, а не мужчинам. Поэтому мы сами от этого страдаем. И какая бы женщина ни была спокойной одной и второй, гормоны, они есть у всех. В молодом возрасте, в среднем возрасте, в более зрелом возрасте. У кого-то они поднимаются, у кого-то они вот так, у кого-то уже упускают. И всегда женщина будет этому подвержена. Поэтому не говорить об этом и делать вид, что меня это не касается. Это происходит у каких-то истеричных женщин. У них происходит просто везде, и в магазине, и на улице, и везде. Но иногда, и дома это происходит. И иногда реально кто-то засунул палец в нос вы взбесились. Не потому что засунул палец в нос, а потому что у вас очередной гормональный перепад. И мужчины тоже должны об этом знать. Потому что так работает наш организм. И если мы всегда будем это депрессировать в себе, никогда не взрываться на эти темы, мы себе заработаем инфаркт или инсульт. И станем психичками, и нафиг это не надо. Вот. Поэтому надо случилось. Сели, поговорили сами. После того, как это выбросили, вот эти отрицательные эти эмоции, сели, подумали, что их спровоцировало. Была ли реальная проблема или муж почесал нос. Понимаете? И объяснили это своему партнеру, чтобы он знал. И вот эта тема, ты должна себя контролировать, даже должна, бесспорно, но не всегда и не на 100%, когда-то этот выпуск пара должен быть, потому что иначе это приведет, просто крышу снесет. Понимаете? Я считаю, что это нормально. Постоянно сидеть и депрессировать в себе эмоции, это нехорошо. Постоянно выплескивать, становиться истеричкой, нехорошо. Хорошо знать определенный баланс, когда необходимо, когда можно все-таки этого и не делать. И чаще всего, поверьте мне, можно этого не делать, но если это происходит, то как бы надо осознавать, что это было, по гормональным причинам и бывает. И не обязательно это садить по календарю отслеживать. Это бывает даже тогда, когда вам кажется, что вообще-то никак не связано, потому что вы не знаете, что у вас там за процессы в организме идут и как точно, что сейчас произошло. Вот. Дальше про характеры, совместимость и несовместимость характеров. Я уже сказала, что я в это не верю. Я не считаю, что есть какие-то характеры, которые несовместимы. Я считаю, что во-первых, есть неуменяемые люди изначально, которые пытаются, как я говорила уже вначале, управлять мужем или женой, то носи, то не носи, это мне нравится, это мне не нравится, то делать, то не делать, это уже ваш выбор, жить с таким тираном или нет. Если два человека вменяемых, то я не понимаю, что такое несовместимость характеров. Я понимаю только одно нежелание двух людей находиться вместе. изменить кого-то, изменить кого-то невозможно, можно самому и другому человеку научиться к этому иначе относиться. Понимаете, как бы жить более спокойно, понимая, что люди разные, у нас характеры разные, и это нормально, у нас с мужем совершенно разные характеры и разное, очень много вещей, но это нам и дает какой-то интерес между нами и возможность не скучать вместе, даже вот в этот год карантинный мы замечательно вместе проводили этот год и я часто даже вот фильмы, банальные фильмы, которые смотрят муж, я говорю, это фильмы для дебилов, это Властелин колец, вот это, я знаю, о чем там речь, я слежу за трендом, хотя Властелин колец, конечно, не важно, там сейчас игры, игры престолов, вот это все, я называю это фильмы для идиотов, он это любит и что теперь, я ему запрещу это смотреть или решу, что он реально идиот, если он это смотрит, он это любит, пусть он это смотрит, я смотрю на своем айподе, на своем телевизоре, смотрю вещи, которые интересны мне, есть сериалы, которые мы смотрим вместе, я вам скажу, лучше даже вместе не смотреть, потому что каждый смотрит в своем темпе, потом начинает, как ты посмотрел серию без меня, в общем, почему у меня здесь какой-то паук бегает, да что такое происходит, к чему это, кто верит в приметы, к чему паук в таком видео, ты отсюда, поэтому я не понимаю, что значит несовместимость характеров, один добрый, один злой, что ли, или как это объясняется, один хороший, один плохой, или что значит разные характеры, один буйный, один спокойный, или как, один любит гулять, а другой любит сидеть дома, вот у нас с мужем так, вот я люблю гулять, он любит сидеть дома, я вот с ним тащу на улицу, он меня тащит домой, ну так и 20 лет уже тащимся, баланс зато есть, туда-туда-сюда, как бы, вопрос заключается, да что паук здесь прицепился, вопрос заключается в том, хочется вам быть с этим человеком, или не хочется, двум, да, не только вам, а второй части, второй половинки тоже, если двоим хочется быть друг с другом и составлять пару, как мы сейчас, с пауком, то каждый дает друг другому немножечко зоны комфорта, немножко удовольствия от того, что он любит, при этом не ходит гулять или сидеть дома с токмотной рожей, вот, потому что, ну, в этом смысл, другому удовольствия от времяпрепровождения такого или такого, потом, что еще я хотела сказать, что, опять же, говорить, что я с этим человеком хочу быть любой ценой, я вот эти вещи крайности не понимаю, я не верю в какую-то безумную любовь с первого взгляда, и вот я должна быть с этим человеком, я верю в любовь, которая, как я про это говорила, вы знаете, которая появляется после того, как ты начинаешь узнавать человека, ты начинаешь знакомиться с тем, что человек представляет из себя, ты начинаешь в него влюбляться, как можно влюбляться в человека, которого ты не знаешь, которому ты не понимаешь, который плохо к тебе относится или с которым тебе надо страдать. Я не понимаю, вот эти понятия люди совмещают. Любовь и страдания. Понимаете, у меня любовь здесь, страдания там. Я не понимаю, как человек, которого ты любишь, может заставлять тебя страдать и считать, чтобы это считалось, что это нормальным. Нормально. Для меня это уже не любовь, для меня это как будто психологическое, психическое даже нарушение, расстройство, зависимости одного человека, вот обсессия какая-то или какое-то другое нарушение, называйте как хотите, не хочу тут какими-то умными терминами, потому что когда ты замыкаешься на комнате, этот человек тебе дает страдания и тебе некомфортно, пишешь, я все равно буду с ним, потому что я его люблю, это не любовь, это у вас мозг зациклился, и на это уже накручивается целая куча других историй, вот, и для меня любовь это два меняемых человека, которые хотят быть вместе, им комфортно друг с другом, и они при этом ищут какую-то вот эту общую зону комфорта, они друг друга слышат, и если, как я говорила вначале, надо налаживать диалог, если человек не готов к диалогу, вопрос, надо ли вам этого человека, потому что без диалога жить с тираном, вопрос, зачем, тоже я сказала, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, наверное, может быть, у кого-то есть причины, ответы, но опять же, знаете, причины можно найти себе, вот даже у вас будет толпа свободных, шикарных мужчин, вы найдете себе причины, чтобы быть каким-нибудь убогим тираном, потому что вот я его люблю, вот я вот так, остальные вот, неважно, все, там, это конец, тут дело такое, реально или причина, или вы себе в голове не накрутили, потому что можно тоже, знаете, с одной стороны зациклиться, с другой стороны разбросаться и сказать, да я самая принцесса, поэтому надо реально рассматривать то, что есть и реально рассматривать, что вам даст эта любовь и эти отношения. Страдания, либо комфортную, счастливую жизнь. Если страдания, то ради любви страданий не бывает. Кончита ждала Рязанова 35 лет, это, ну, это идиотизм, это прекрасно в юно-не-вось, это дебильно в жизни, это ненормально. Вот то же самое, я прострадала там нацать лет, потому что вот я его любила, я когда это слышу, я не понимаю, о чем человек говорит, все равно, что сказать, мне палец прищемела мышеловка, я 15 лет стояла в этом, и думала, что, наверное, когда-то у меня от этого станет хорошо, а потом уже некроз, полноги у меня, да, это вот ампутировали, я все ждала, когда что-то изменится, и что-то вот никак хорошо не стало, и теперь я сижу в инвалидном кресле без ног, и все, жду, когда мышеловка-то это отпустит. Ну, вот типа того, я это не понимаю, поэтому здесь я ничего сказать не могу. Ну, вот, что-то еще было, на что я не ответила. Так. Пытаться что-то изменить в человеке, вот это, вы знаете, последнее дело, что можно сделать, человек, взрослый человек, запомните, раз, всегда, никогда не изменится. Как бы он хотел, или она измениться, не хотел измениться, на мой взгляд, человек никогда не изменится. Человек может менять какие-то свои побочные, какие-то качества, но если, скажем так, что можно придумать? Если человек в своем фундаменте обманщик, он умрет обманщиком. Если человек в своем изначально, я не знаю, изменщик, он умрет изменщиком, он не станет не изменять вам. Как многие женщины, которые уводят, не хочу никого убить, но у меня такое мнение, что когда вот женщина уводит мужа из семьи и считает, что вот от нее-то он не уйдет, может, он не уйдет, но он все равно будет гулять, он всегда будет изменять, он все равно будет куда-то. Что-то просто потому, не потому что плохая или хорошая была, а потому что это его стиль жизни. Это стиль жизни человека. Говорить, что он из-за этого плохой. Нет, человек такой, ну, когда ты уводишь мужа из семьи, имей в виду, что как он изменял от жены с тобой, так же он будет ходить постоянно от тебя, потому что это его стиль жизни. То же самое обратно на женщин. Нормальный человек, если ему не нравится с мужем, уже он разводится, идет там, да, находит себе и живет своей свободной жизнью. Мне кажется, когда в общем у человека вот это переключается, он считает, что можно здесь жить с женой или с мужем и ходить вон туда, это уже такой, знаете, надрыв, как бы, знаете, когда человек, вот это психология есть такое, когда человек теряет рамки хорошего добра и зла, хорошего и плохого. Когда он уже переступает через эти рамки, для него граница стирается, он начинает понимать, что это уже не зло, это уже норма жизни. И он перестает это воспринимать, как зло, вот это вот ментальное наше воспитание, моральное, которое у нас есть, наши моральные качества. Когда мы переступаем через них, понимаем, что убийство это нормально, там еще какие-то плохие вещи это нормально. То же самое здесь. Если человек уже переступил, то как бы рассчитывать, что он сейчас придет к тебе, не будет тебе изменять, ну это крайне наивно, скажем так. И опять же, не то, что человек плохой, он там у него это в планах, или у нее, это уже такая, такой стиль жизни у человека. Гуляет и будет гулять. Есть люди, которые не настроены на это, они живут иначе, по другому стилю жизни, и как бы у них нет такого, как это правильно сказать, надлома, да, чтобы ходить и делать там. Ну это как любая другая вещь. Кто-то курит и не может остановиться, кто-то играет, ставит деньги на скачках, там всякие как эти тотализаторы и все что угодно. Как ты только на это подсел, ты уже начинаешь это воспринимать как часть и норму твоей жизни. Поэтому говорят, лучше не начинайте курить, лучше не начинайте играть, лучше не начинайте очень многие вещи делать, там наркотики и так далее, потому что с этого тяжело соскочить. То же самое здесь, когда вот эти люди подсаживаются на постоянное вот это чувство новизны, вместо того, чтобы искать что-то положительное. Опять же, это может быть, да, из-за плохого брака, из-за чего-то, я не говорю, что это, да, вот все-таки, может быть, из-за плохого брака, но когда ты переступаешь и понимаешь, что неважно брать это или нет, у тебя все открыто делать, что хочешь, это большая проблема, чтобы это остановилось. Я не верю в то, что кто-то, кто раньше изменял, вдруг перестанет это делать, если у него вдруг другая жена появится. Не верю в это. Я верю в то, что есть люди, которые в общем по-другому видят эту ситуацию и даже не начинают это делать, а просто сначала уходят от одной жены и живут свободной жизнью, как свободные люди, извините, спят с кем хотят. А когда ты держишь вот здесь, да, одну систему отношений, а там у тебя 20 других, это уже выход из нормальной социальной жизни, вот, и можно же, знаете, спать с кем угодно, при этом не иметь жену, а когда вот одно, и второе, третье, это уже как бы, стиль жизни такой. В общем, что я еще хотела сказать? Что-то еще такое было? Так, про, да, меняются люди, вот, к чему я говорила, это про измены, что люди не меняются. В худшую сторону, да, видимо, к сожалению. А может, вы знаете, если у человека изначально, может, он видел, или она в семье изначально, что вот так люди себя вели, потому что у меня было несколько знакомых, которые видели, как родители изменяют друг другу, и человек потом уже взрослым достаточно в возрасте говорил, да, все друг другу изменяют, это норма жизни. Я понимала, что просто, но обидно, если человек изначально так смотрит, а потом, когда я узнала подоплеку всей ситуации, я поняла, что просто человек на этом вырос, он всегда видел это в семье, и не понимал, что бывает иначе, и, видимо, морально готовил себя к тому, что это может произойти не только с его стороны, как бы он себя не... Это может произойти с другой стороны, надо быть все время к этому готовым. Вот разные бывают вот такие вот ситуации в жизни. А мне кажется, знаете, даже если вы всегда в жизни видели, я уж тоже про это много в своих видео говорила, какие-то определенные ситуации, вот вы выросли, не дай вселенной, в какой-то неудачной жизненной ситуации, вот как я до этого привела вам пример, это не значит, что у вас будет так же, это значит, что вы у себя можете сделать иначе. Ведь всегда есть два пути, когда с вами происходит что-то, да, на этой ноте мы их завершим, когда с вами происходит что-то ужасное, есть два пути, либо ожесточиться и плюнуть на это все и сказать... Нормальных семейных отношений не бывает, мне часто люди говорят, все женщины изменяют, все мужчины изменяют, счастья в семье не бывает. Я понимаю, что эти люди, которые пережили в жизни какую-то тяжелую травму и они... Им проще сказать у всех плохо, у всех, вот даже у тех, у кого выглядит нормально, на самом деле у них плохо. Я понимаю, что эти люди не виноваты, когда вот мне тоже пишут, ты муж изменяешь, тебе муж изменяешь. Я понимаю, что эти люди сами пережили травму и они не способны... Их психология так работает, наставит им барьеры, они не способны понять, что у других, и у многих, поверьте, не так, что у многих бывает не так. Вот это называется ожесточиться, стать жестким и жестоким по отношению к другим людям, всем говорить, да у тебя тоже хреново, да у тебя хреново, да у тебя хреново, а есть другой путь, стать лучше, сказать, у меня не будет так, как было у моих родителей, или у кого-то, как я видел, или видела, у меня будет иначе, и я пойду совсем другим путем, это возможно, если не получилось, один раз будет второй, третий, пятый, и я это сделаю, пока я это буду делать, пока я не добьюсь. Помните, не знаю, кто-то видел, у нас в новостях показывали, на днях, чернокожая американка, она, по-моему, 15 раз сдавала документы, сдавала, не документы, а как это называется, сдавала экзамен на, если я правильно это назову, на государственную лицензию адвоката, или на лицензию адвоката, в адвокат, короче, на лицензию адвоката в Америке, и на какой-то 15 раз она ее получила, она там, короче говоря, выплясывала, и была очень счастлива, вот, вот и все, человек не сказал, я буду теперь, знаете, там всегда мне это, нет, человек это делал, поэтому два пути, когда вы видите что-то плохое, ожесточиться, или стать лучше, и сделать то, что вы знаете, называется текун, исправить ситуацию, если у вас были плохие родители, не дай вселенной, я часто слышу от детей, у которых были плохие родители, я своих детей никогда не буду рожать, потому что одно, второе, третье, вот со мной было так, то, что с вами было так, это не значит, что вы должны повторить и сделать так, бывает иначе, на любую ситуацию вы можете сделать иначе, это только ваш выбор, сделать ли так, или сделать иначе, только ваш, и даже если не ваш, а не знаю, вы там создали семью, и она распалась, это только ваш выбор, дадите ли вы своему ребенку в комфортную жизнь или превратить ее в кошмар, я понимаю, это ответственность, но это только ваш выбор, кстати, у меня часто спрашивают, что это у меня за татуировка на руке, это вместо обручального кольца, у меня татуировка, мы с мужем где-то пять лет назад, решили, что обручальные кольца, это уже устарело, и вообще, как-то, ну, как-то, ну, все время, кто-то забывает, то муж у меня профессиональный, бывший спортсмен, и он все время, тренажерный зал, он все время, последний год нет, потому что их нет, дзюдо, тренажерный зал, он тренер под дзюдо, он периодически кольцо снимает, кладет кошелек, забывает одевать, остается вот эта дурацкая белая полоса, это выглядит плохо, и мы долго думаем, давай я нарисую себе, как татуировку, здесь кольцо, я говорю, нет, значит, это еще хуже выглядит, с перстнем ходить, я говорю, да мы думали, думали, потом, я говорю, давай сделаем инициалы друг друга, просто вместо кольца, и мы сделали, у меня такая, это инициал мужа, у мужа на руке мой инициал, теперь кольца лежат в ящике, никто их не носит, инициалы всегда у нас здесь, и теперь я могу носить на этой руке какое-нибудь другое еще кольцо, потому что, ну, знаете, обручальное кольцо, которое было куплено 20 лет назад, когда нам было по 20 лет, оно милое, приятное, но это не то кольцо, которое я бы хотела носить сейчас, потому что я уже совсем в другом статусе, да и вообще, да и вообще, 20 лет ходить с одним и тем же, это как-то, а так, да, вот такая история, дамы и господа, большое спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно, давно не делала на такие темы видео, где делся мой паук, сейчас, не-нибудь мне на голову свалится, на такие темы видео, очень было приятно, надеюсь, кому-то было полезно, послушайте, у меня есть целый плейлист про отношения, заходите, это видео пойдет туда, ссылку на плейлист оставлю внизу, всем большое спасибо за внимание, не забывайте поставить лайк, забывайте ко мне в инстаграм, Ксения Телли, инстаграм, и увидимся в следующем видео, пока-пока. ты будешь снимать видео, я тоже приду тебе смешать, я не ору, в наушниках, пока-пока. Продолжение следует...